Доброе утро, уважаемые коллеги! Если бы у меня была возможность счастливить, я бы это обязательно сделал. Заодно счастливил бы массу пациентов, если бы мы зарегистрировали, наконец, препарат иммуно-онкологический, потому что, по оценкам экспертов, до 60% пациентов во второй линии являются потенциальными претендентами на получение иммуно-онкологического препарата. Но мне выпала честь говорить о таргетной терапии, тут все несколько более понятно, есть мишени, и это во многом определяет те возможности клинических исследований, с которыми мы имеем дело. В общем-то, надо сказать, что в последние 10-15 лет действительно фокус клинических исследований, он значимо сместился в сторону изучения таргетной терапии и происходит, в общем-то, смена идеологии. Индивидуализация лечебной татики, персонализация, как хотите, называйте, точная медицина. Это приходит на место эмпирической медицине, поиск мишени для молекулярно-направленного лечения. Что оказалось новое? Для данного типа исследования изменилось отношение к верификации диагноза и варианта его морфологического подтверждения. Если раньше нам, допустим, было достаточно даже цитологического подтверждения того или иного гистетипа опухоли, это было достаточным основанием для включения протокола исследования, то при молекулярно-направленном лечении гистологический тип опухоли начинает определять своеобразность тестирования различных клиентов. Молекулярно-генетическое нарушение зачастую гистологического материала недостаточно для включения пациента в клиническое исследование. На ведущие роли выходит количество и качество представляемого опухолиуматериала. Здесь мы сталкиваемся с огромными вопросами, проблемами вообще российской медицины и в морфологии в том числе, и в качестве приготовленного материала. Достаточно сказать, что мы в Моркологическом центре сталкиваемся с большим потоком материала, который нам присылают на пересмотр. И 30-40% этого материала вообще не пригодны для рутинного морфологического исследования. Я уже не говорю о молекулярно-генетических исследованиях. Это качество материала, который вращается в Российской Федерации. На сегодня для исследователей необходимо знать и понимать биологические особенности опухоли, являющиеся мишенью таргетной терапии. Конечно, важен механизм реализации таргетного воздействия. Изменилась система оценки эффекта. Может быть, это даже более подходит к предыдущему докладу, но и на таргетной терапии существующие стандарты не всегда удовлетворяют клиницистов. И, наконец, побочные эффекты молекулярного направления лечения, они другие. Их надо знать и понимать, как можно их корректировать. Знание исследований частоты различных генетических нарушений определяет ожидаемый набор пациентов. И одно дело, мы включаемся в исследование, где мы ищем, условно, ЭДЖПР позитивных больных, где надеемся, что популяции будет 15, может быть, даже если придет 20%. Другое дело, допустим, не знаю, РОС-1 позитивные больные, 1%. Вы понимаете, какой объем клинического материала надо переработать для того, чтобы хотя бы одного пациента включить в исследование. То есть, соглашаясь на участие в этом исследовании, вы должны четко рассчитывать на свои силы и оценивать тот поток пациентов, с которыми вы сталкиваетесь. То есть, если это минимально, вы быстрее всего не найдете ни одного пациента, который подойдет в это исследование. Более того, мультидисциплинарный подход в сегодняшнее время диктует свои правила. Недостаточно заниматься только клиническими исследованиями, надо иметь специалистов разного уровня, поскольку получение материала может быть даже после прогрессирования. Вот здесь очень наглядно показано, что есть клинические исследования, когда, например, ищут ингибиторы тирозинкинац 2-го, 3-го поколения. Для этого нужны, допустим, мутации Т790М. Смотрите, это достаточно объемное исследование, которое показало, что лишь в 80% случаев исследователи смогли получить адекватный материал. Вообще-то я скажу, что это очень серьезная клиника, потому что мы очень агрессивно пытаемся получить материал при прогрессировании на ингибиторы тирозинкинац 1-го поколения. Больше 40, ну, может быть, 50% материал получить не удается адекватно. И только в половине из пациентов, из случаев, когда мы действительно получили материал, мы сможем найти искомую мутацию. То есть, еще раз, закладываясь на те или иные варианты лечения, адекватно взвести свои силы. Не надо открывать центр просто, чтобы это было номинально. Хорошая новость. Ну, хорошая новость, что, как правило, подходит архивный опыкливый материал. Здесь мы ищем мутации, это не экспрессия, там, допустим, FIDEL-1, который во времени изменяется, нужен свежий материал. Здесь мутации либо есть, либо нет, с разными оговорками. Есть архивный материал, это неплохо. Но, к сожалению, не всегда у пациента есть архивный материал. А вот логистика получения свежего материала – это уже время. А есть ли это время у пациента в ожидании клинического исследования? Посмотрите, если мы не имеем архивного материала, надо время на забор материала, 3 дня хотя бы, но это при лучших организационных решениях. Потом подготовка блока, его пересмотр, подготовка к отправке. И, как правило, отправку в центральную лабораторию, а мы говорим в первую очередь о международных клинических исследованиях, это тоже время. Получается, что пациент около 3 недель ожидает ответ. А есть ли там мутации у этого пациента? Если мы не знаем, он ожидает 3 недели ответа, приходит результат мутации, нет, больной в исследовании не подходит. И вот здесь на весах, когда мы начинаем взвешивать, включать пациент в клинической линии или не включать, надо уже четко понимать, с какой вероятностью мы выявим тот или иной вариант молекулярно-генетического нарушения. И если перспектива лечения у данного пациента, таким образом, вторая позиция кажется более привлекательной. Молекулярно-генетический анализ, наверное, должен проводиться в локальной лаборатории по всему спектру исследований. И направление пациента в клинической сфере, исходя из результатов тестирования. И здесь мы подходим еще к одному вопросу. У нас нет общего, реально действующего регистра клинических исследований. Потому что выявив пациента с определенной мутацией, не имея клинического исследования в моем центре, я не знаю, куда его направить. И здесь очень важно. Крайне актуально создание, на мой взгляд, российского регистра клинических исследований, ориентированного как на врачей, кстати, так и на пациента. Зачастую пациенты сами обращаются за помощью, где проходит какое-то клиническое исследование, которое подходит конкретно мне. И кодификаторами могут стать и нозологическая форма локали, вариант терапии, таргетная иммуноцитотоксическая терапия, мишени, молекулярно направленное лечение. И что очень важно, территориальное расположение центров. Приблизить по возможности к пациенту возможность его участия в клинических исследованиях. На сегодняшний день таргетная терапия – это часто единственный шанс для пациента на значимое улучшение результатов лечения. Для врача – это возможность эффективно помочь больному реализовать современные возможности транслипционной медицины, использовать свои знания в борьбе с локацией на образовании и быть на острие передоводцем научных разработчиков. Спасибо. У меня вопрос такой, Константин Константинович. На самом деле про реестр вот этих клинических исследований мы еще говорили пять лет назад. Вы знаете, наверное, у нас в Питере есть еще одна такая замечательная конференция, которая как раз посвящена отдельно всем клиническим исследованиям. Потом, поскольку я перешла в другой департамент, мы туда добавили клинические исследования медоизделий. Вот я не знаю, наверное, в зале у нас нет вот таких коммерсантов. Что касается повторения там регистров федеральных лекарственных препаратов, куча заинтересованных. А вот реестр клинических исследований, ведь он даже мог бы иметь и актуально коммерческое значение, потому что многие пациенты реально ищут, какие по стране проводятся клинические исследования. Я сама лично иногда каких-то пациентов пытаюсь пристроить, названивая на ферму в компании, где ведутся вот эти исследования. Но неужели за все время вот не было каких-то, если есть какие-то контакты, я готова как бы с этими людьми проконтактировать. Но кто-то бы взялся, ну такая задачка, в 21 веке живем. Ну это просто было бы здорово, потому что понятно, что создавать что-то такое на платформе регуляторики, ну, наверное, не совсем может быть актуально. Люди там не хотят этим заниматься. Те, кто поможет нашим пациентам решить те проблемы, задачки, о которых вы говорите. Тем более, что это решение задачи по поводу, когда локальное уже лечебное учреждение имеет определенное исследование и точно позволяет идентифицировать пациента и рекомендовать его. А вы только выкладываете те параметры, которые требуются. Вот поэтому мы надеемся. Я буквально три недели назад пытался на сайте Минздрава подобрать пациента к своему исследованию. Это не дислабонировано, честно говоря. И точно не для пациентов. И я очень рад, что вот это мероприятие действительно проходит. И настолько удачно, как я вижу. Действительно у каждого на местах есть в этом направлении свои задумки. Если мы вместе все соберем, все действительно реализованы, точно надо сделать. Мы можем в резолюцию сегодняшнего заседания это нести. Можно? Полезно. Полезно? Да. Вы знаете, в разделе регистра исследований оказалось, что третью фазу исследований сейчас могут проводить любые учреждения. И там идет активный набор. Такую конкуренцию, которую, извините, конкуренцию мы испытываем в наборе пациентов сейчас. Это ничего подобного не было. Сейчас маломальские грамотные специалисты, которые как-то разбираются, они пытаются войти в клинические исследования. Это еще, кстати, вопрос о допуске разных клиник в клинические исследования. А ведущие центры, они, по-моему, все здесь представлены. Можно? Безусловно. И о себе не брать, конечно, что вы. Простите, пожалуйста, я хотел бы... Работает микрофон? Не работает, мне кажется. Владимир Семенович Виншанский, компания Quintiles IMS. Вы подняли очень хороший и правильный актуальный вопрос по поводу наличия информации о мутациях у пациентов. У нас фактически получается с этим проблема. Я просто хотел прокомментировать, если можно, то, с чем мы столкнулись. К нам приходят исследования, в частности, с более редкими мутациями. И мы сталкиваемся с тем, что действительно набрать пациентов очень сложно, потому что мы не знаем, есть эти мутации или нет. При этом, вы правильно говорите, кто-то бы взялся за это, да, и в частности, например, мы с Артем Николаевичем обсуждали вопрос, как бы сделать широкий прескрининг. Но это дело затратное. И следники говорят, а мы пойдем, например, в страны, где эта информация более доступна. И вот это вот риски для нас. Поэтому, мне кажется, тут имеет смысл думать, как решать проблему вообще информации о биомаркерах системно. Ну, я хочу сказать, что пациенты, которые идут через наш клинический центр, у нас практически 90-80%, которых мы скринируем, пациентов, они идут дальше в исследование. Мы проводим большую преданалитику, прежде чем пускаем пациентов в дальнейшие клинические исследования. И, надо сказать, мы стараемся сделать широкую панель клинических исследований, которые у нас идут, с тем, чтобы дальше двигаться. Конечно, ограничение, что если пациент включен в одно клиническое исследование, нельзя параллельно включить в другое, это на самом деле большая проблема. Мы понимаем, что вероятность нахождения в мишени невысока. Мы ждем, получаем действительно отрицательный ответ, только после этого переходим в другое. А время для наших пациентов – это очень серьезный фактор. Но пока на это влиять не можем. Работаем честно. Звук не изменится. Доктор Эминит. Доктор Эминит. Если бы позвольте, я вам скажу, что вы видите. Да, спасибо. У нас рабочий материал. У вас первого. Тридцать первой страницы. Это не онкология педагога, а у нас пациентская организация пытается создать онлайн-исторг, с контактами педагога, а у нас есть один исследование, но только в Санкт-Петербурге. Но я вам себе пока не знаю, где я хочу, что и вам. Поэтому я прошу вас, зайдите, посмотрите. У нас на первой странице есть такая ссылочка на включение в рабочие группы. Зайдите, посмотрите, включитесь в рабочие группы, оставьте свои комментарии. Потому что в целом создание такого ресурса действительно актуальной проблемы. И надо создавать его вместе. А там есть где-то. Мы будем расширяться. Критические исследования-то не проблемы. У нас проблемы... Я думаю, что есть еще за внешней вывеской очень много вопросов. Я пытался, допустим, на сайте Русска размещать информацию о клинических исследованиях. За два года ни один пациент с этого сайта ко мне не обратился. Я пытался размещать на сайте онкоцентра. И они когда видят рак легкого, все, что в легкой метастазирует, было у меня, кроме рака легкого. Это целое дело. Да. Спасибо большое, Александр Павлович. Спасибо.